Сегодня мы снимаем проект со Стивеном Сигалом для проекта World of Warships. Для нас это на самом деле очень звездный проект, но в то же время очень сложный, потому что мы никогда не делали ничего подобного раньше в компании Wargaming, это для нас первый опыт. Выбор упал на Стивена Сигла, потому что некоторое время назад он снимался в фильме Under Siege, он играл роль Кока на корабле, спас его от террористов, и, собственно говоря, его образ в кино очень подходил нашему образу в игре. Вы знаете, мне кто-то недавно сказал, военные корабли и просто корабли на воде не такие быстрые, как люди на суше, но скорость тут ничего не решает. Это в большей степени вопрос понимания стратегии превосходства и победы. И это то, чему вы учитесь в процессе. Со Стивеном работать я не могу сказать, что просто, потому что, конечно, когда ты видишь в кадре человека, у которого есть груз фильмов, на которых, ну, лично я вырос, при этом есть ощущение абсолютно профессионала, потому что он первый вопрос задавал ребятам, я знаю, какая оптика, какая камера. Меня первым делом спросил, мне какие-то вещи, говорит, может поменять чуть-чуть статив. Так как мы имеем дело с американским известным актером, естественно, мы пишем звук прямо на площадке, это живой звук. Нам бы хотелось, чтобы с ним в паре работал, естественно, англоязычный актер. И нам удалось, как там кажется, найти оптимальный вариант. Это гражданин Америки, это американский актер. И, тем не менее, он закончил школу-студию МХАТ в Москве, то есть он отлично говорит по-русски. Он прекрасен, он нам очень нравится, он смешной, он обаятельный. И я думаю, что это очень хороший партнер для Стивена. Я думаю, это будет весело. Грандиозные морские сражения. Когда мне было 10 лет, я очень сильно старался сделать так, чтобы мои глаза, как-то вот этот взгляд его, чтобы добиться такого взгляда, не добился. Очень понравился актер Стивен, это Стивен, это хлыба, а в Странник, Казимир, мне удалось его раскрутить, расковырять, вынуть душу. Вот это важно. Конечно, мы озадачились тем, чтобы собрать лучшую в СНГ на сегодняшний момент команду специалистов. Это и режиссер, и лучший наш оператор в СНГшной, который работал с Никитой Михалковым очень много, но вообще очень известный оператор Владислав Апельянц. И у нас лучший второй режиссер игрец из Украины. То есть команда международная, как бы сборная, но это действительно лучшие люди. Я считаю, что, скажем так, реклама рекламе рознь. Тролли вообще снят в киношном стиле. Во всяком случае, я пытался так сделать, не знаю, насколько получилось. Например, актера там или сбиваем, или пугаем, или путаем. И тогда получаются самые мясные, жирные кадры. Но одной силы недостаточно. Используй ум. По-настоящему будем бросать, в данном случае, каскадера. Поэтому тут никаких фейков, никаких подставных бросков. Задал вопрос, мы там делали какие-то упражнения, и я Стиву говорю, я это, наверное, делаю плохо, как только это возможно. Он сказал, ну, в принципе, да. Это хуже уже некуда. Нет, айкидо не освоил никак. Ну, как, в принципе, положено по сценарию. Продолжение следует...